Всем привет! Меня зовут Валентин. Мы продолжаем серию наших видео рецептов, как правильно, вкусно, а самое главное полезно приготовить пищу в посуде, а именно в кастрюльке. И сегодня мы будем с вами готовить красный борщ по-молдавски. Для этого нам понадобится грамм 400 мяса свиного или говяжьего, 3-4 морковки, 3-4 картошки и 1 морковка, 2 свеклы среднего размера, 1 луковица, 1 болгарский перец, не острый, белок капусты, с этого белка у нас где-то пойдет половина, возможно даже меньше, консервированная красная фасоль в томатном соусе, томатная паста, 2-3 столовые ложки, также зелень, это укроп, петрушка и обязательно лиуштян. Лиуштян это молдавское название, в России эта травушка называется любисток, она придаст такой пикантный плюс, вкус нашему борщу. И соль и перец. И не забываем, что все это мы будем готовить в посуде, а именно в кастрюле цепта. Ну что ж, наш незаменимый помощник на кухне это фартук, одеваем, завязываем и начинаем чистить наши овощи. Продолжаем готовить красный борщ по-молдавски. Мы нарезали, вернее почистили наши овощи, минут за 10 до того мы поставили на огонь нашу кастрюльку цепта. Стрелочка на терморегуляторе дошла до конца зеленого поля, это значит, что мы можем начинать готовить. Открываем крышку, добавляем мелко нарезанное мясо, распределяем его равномерно на дне кастрюли. Пошел запах мяса, закрываем крышечкой, отключаем газ и в таком положении ждем минут 20, пока наше мясо потушится, а в дальнейшем, по мере остывания кастрюли, будет готовиться напоруд. Пока у нас есть эти 20 минут, мы нарежем картошку и лук, натрем на терочку свеклу и морковку и нашинкуем капусту. Прошло 20 минут и мы продолжаем готовить наш красный борщ по-молдавски. За это время мы успели начистить, нарезать, натереть, нашинковать, но сделать все, что можно было сделать с нашими овощами. Вот они готовы. Наше мясо уже приготовилось. Давайте посмотрим, что здесь у нас получилось. Так, постараюсь показать. Мясо пустило немного сок. Напоминаю, что его мы готовили без единого добавления масла и воды. Теперь мы в нашу кастрюлю добавляем картошечку. Капусту. 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 Лучок. Все это мы ставим слоями, не прижимаем, для того, чтобы наши овощи смогли хорошо провариться. И к ним был доступ. Доступ. Пару. Болгарский перец. Морковку. Так. И с иклу. С пеклы у нас получилось достаточно много. Я, наверное, ее все добавлять не буду. Хотя нет, добавлю все, потому что во время готовки это все у нас немного осядет. Ну что ж, все вот это мы добавили. Закрываем крышечкой. Ставим на средний огонь. И ждем, когда стрелочка на терморегуляторе дойдет до конца зеленого поля. После этого мы выключим газ. Подождем еще минут 15-20, пока наши овощи доготовятся. А во время этого мы пока помоем и нарежем мелко зелень. Наши овощи приготовились. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Как я и предполагал, они немного осели. Так, чтобы было видно. Добавляем сюда нашу фасоль. Пару ложечек томатной пасты. Ложечки 2-3. Думаю, будет достаточно. Вместо томатной пасты можно использовать помидор. Вот так как у нас помидора нет, мы добавили томатную пасту. Все это мы заливаем крутым кипятком. И доводим до нужной консистенции. Кто любит погуще, можно воды добавить меньше. Кто любит более жидкий, соответственно, воды можно добавить немного больше. Вот у нас ушло где-то полтора литра воды. Все это мы перемешиваем. Перемешиваем. Так, перемешали. Включаем на большой огонь. Так, включили на большой огонь и ждем, когда наш борщ начнет закипать. Но не кипеть, а только закипать. Как пойдут первые пузырики, мы выключаем и закрываем крышкой. Как вы можете заметить, наш борщ начал закипать. Мы добавляем пару листочков ловушки. Немного соли, это уже на вкус, кто так любит. Так. Чуть-чуть черного перца для вкуса. И, конечно же, зелень. Еще раз напомню. Зелень. Здесь укроп и петрушка. И обязательно леуштян. По-русски любисток. Он придает очень оригинальный вкус. Перемешиваем все это. Если покажется, что борщ густой, можно добавить еще воды. У нас он как раз в самый раз получился. Закрываем крышкой. Выключаем газ. И даем нашему борщу немножечко настояться. Наш борщ приготовился. Давайте будем пробовать, что у нас получилось. Шедеврально. Отличный запах. Вот такой вот борщ по-молдавски. А я всем напоминаю, что готовили мы это все в посуде Цептер. Всех, кого заинтересовала эта посуда. Как правильно готовить. Вкусно. Полезно. Пишите мне в личку. Оставляйте свои сообщения. Ставьте лайки. С вами был Валентин. Всего вам доброго. Приятного аппетита. Как говорят у нас в Молдавии, ох, табуна. До новых встреч. Пока.